Работы отечественных и зарубежных мастеров, в том числе даже голландских, можно увидеть в течение ближайшего месяца в Тверском императорском дворце. Там открылась выставка «Искусство тихой жизни». Натюрморт 17-20 веков из частных собраний. Роман Быков рассматривал холсты с фруктами и овощами, а также заморскими деликатесами. Эта выставка показывает натюрморты иностранных и отечественных мастеров, созданные на протяжении нескольких сотен лет. В Восточной башне императорского дворца демонстрируются 53 экспоната живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, которые предоставлены коллекционерами Москвы и Петербурга. Их, по словам устроителей вернисажа, упраживать особо и не требовалось. Для них вот такая деятельность общественная, для них это еще такой один элемент, ну, собственно говоря, такого собственного достоинства. Тем более, что авторитет, в первую очередь, Тверской картинной галереи, одного из лучших региональных собраний, подтверждает уровень этих произведений. Редкие экземпляры жанра большей частью скрыты в частных собраниях. Сделать их достоянием широкого круга зрителей – цель этого совместного выставочного проекта. Живописцы, представленные в экспозиции, каждый по-своему блистательно показали так называемую тихую жизнь предметного мира. Фарфоровых ваз и стеклянных бутылок, роскошных садовых и скромных полевых цветов, насекомых и морских моллюсков. Работа голландского живописца Отбора Элигера-старшего «Нутерморт» с амаром, фруктовыми и наутилусом производит особенное впечатление. Какая замечательная работа с тенями, с отражениями. Ну и, конечно же, профессионально изображены все детали натюрморта, фрукты, ну и, конечно же, амар. В этом нет ничего удивительного. В Голландии, как известная страна морская, и как выглядит амар, там знают не понаслышке. Именно в Нидерландах в 17 веке этот жанр и получил самостоятельное развитие. Мастера виртуозно передавали материальность вещей, объем, цвет и фактуру, а также их живую связь с деятельностью человека. Зрители буквально завораживала мертвая натура. Ведь именно так переводится слово «натюрморт» с французского языка. Натюрморт на протяжении 400 лет создававшийся, показанный действительно. Пообщайтесь просто с этими вещами, впитайте эту красоту. Теперь впитать красоту мертвой натуры могут и тверичане. Если не получится с первого раза, то попробовать уйти с выставки «Завороженным» можно и со второй попытки, и с третьей. Благо экспозиция «Искусство тихой жизни» натюрморт 17-20 веков из частных собраний проработает до 23 июня.